В поисках охотничьих трофеев Октябрь 2018 года Скандинавия Роберт Фиклинг Видя меня в лесу из дубов, берез и вязов, легко решить, что я нахожусь в парке или в ботаническом саду. У нас дома таких пейзажей больше не существует. Я очень рад, что приехал в Южную Швецию, где в прекрасном скандинавском лесу вводится крупная дичь. Кабаны, косули, благородные олени, лани и лоси. Это моя первая охотничья экспедиция в Европу, где охотоведение находится на уровне, непредставимом у нас. В наших планах охота на многие виды, но, уверяю вас, это первая охота, где планка поднята так высоко. В середине октября у ланей начинается гон, и если вы, как я, любите рев крупных самцов, они ревут и для вас. Эта охота привела меня в окрестности города Мальмё, где мы встретились с моим старым другом Эриком Джепсоном. Он организовал наш приезд и станет проводником на охоте. Я познакомился с Эриком, когда он с товарищем из Швеции приехал охотиться к нам. Я им помог в качестве ведущего снятого ими документального фильма. Мы отлично поохотились в Сент-Борне, штат Виктория, и на крупную дичь в северной территории. Во время той экспедиции он рассказал мне о великолепной охоте на своей родине, и я приехал сюда как можно быстрее. Эрик — коммерческий директор компании Aimpoint, посвятивший свою деятельность охоте и стрельбам. Мы начали на фабрике в Мальмё, где у Эрика есть закрытый стрелковый тир мирового класса, построенный в тоннеле под фабрикой. Зона мишеней прекрасно освещена, и каждое попадание записывается в цифре и выводится на экран сбоку от меня. Система очень точная и используется на олимпийских соревнованиях по стрельбе. Наша задача — попасть в яблочко, и спустя несколько попыток я начал попадать, куда хотел. Затем мы выехали осмотреться. В этой поездке я пользуюсь ружьём Тика Т3Х308, захватывающий аспект использования нового коллиматорного прицела Aimpoint Acro в первый день охоты. Эта чудесная штука очень эффективная, и я её испытаю. Мы преодолели синдром смены часовых поясов и поехали прямо в лес. После суеты в аэропорту мы оказались в прохладных и спокойных шведских лесах с мягкой почвой под ногами. Наша цель — осмотреться, увидеть, что здесь есть и почувствовать местность. Гон был в разгаре, и нам было интересно посмотреть, вместе ли самцы с самками или всё ещё бегают по отдельности. Нам повезло, и мы тут же увидели гиганта. Через несколько часов после выхода из самолёта. Эрик сразу берёт быка за рога. Мы занялись делом без раскачки. Не знаю, озолотились ли мы, или это нам ещё предстоит, но мы увидели там самца-монстра. Я всё ещё пытаюсь сообразить, сколько мы увидели в этом красивом лесу. Они ушли, но мы попробуем их выследить. Мне кажется, что я умер и попал в рай для следопытов. Смотрите сами. Субтитры создавал DimaTorzok Всё это совсем не похоже на мои прежние охоты на лании в Австралии или на острове Тасмания. Лес был тихим, а видимость превосходной. Но, как всегда, это производит двоякий эффект, и нужно быть очень осторожными. Вдалеке мы увидели бегство нескольких самок. Чем дальше мы углублялись в лес, тем становилось темнее и влажнее, но лес оставался солнечным. Эрик сказал, что лани часто залегают в таких тёмных местах. Мы шли по ветру и вернулись туда, где уже видели крупного самца, но ничего не увидели. Затем мы вышли на край поля и расположились на опушке, где стоял лабаз. У нас в Австралии они встречаются редко, и я охотно на него поднялся. С него открывается великолепный вид. Я понимаю, почему он такой высокий. Вокруг поля несколько рощ. Одна там, и одна вон там. Эрик говорит, что умирает от скуки. На этой охоте у нас ещё будет время здесь постоять. Хотя сегодня мы сосредоточились на ланях, ничего нельзя игнорировать. Какой огромный! Европейский кабан! Хотел бы я добыть одного из них. Они тёрлись об эти деревья и счищали с себя грязь. Хочу увидеть европейского кабана. К сожалению, мы должны покинуть лес и готовиться к следующему путешествию, запланированному на завтрашнее утро. Наша поездка в Швецию представляет собой охотничьи путешествия. Мы не только выслеживаем ланей, но пригласили с собой журналистов со всего мира, пишущих об охоте. Мы будем охотиться на наземную дичь, фазанов и уток. Мы высадимся на острове, у побережья и вместе с местными жителями примем участие в увлекательной охоте на расплодившуюся популяцию зайцев. Мы расскажем о ней в следующих сериях. Это было что-то особенное. После нескольких дней веселой и увлекательной охоты мы снова объединились с Эриком и вернулись в безмятежный лес, охотиться на крупного самца лани. День второй. 6.25 утра. Мы вернулись после нескольких дней от лучки. Тогда мы учуяли соблазнительный запах самца шведской лани, но поехали на охоту вместе с журналистами со всего мира. Великолепное приключение от компании «Эймпоинт». Но мы вернулись в лес охотиться на большую лань. Гон усиливается день за днем, и через 10-12 дней сезон охоты будет закрыт, когда гон у лани достигнет официального апогея. Мы надеемся, что завтра или даже сегодня мы услышим голос самца. Нам очень важно выследить здоровяка в этом лесу. Раннее утро, ясный день, очень тепло, и самцы могут молчать. Мы пойдем в эти поля и посмотрим, что там. В поисках охотничьих трофеев. В поисках охотничьих трофеев. Приятно наблюдать, как солнце высвечивает краски осени. В этом тихом лесу возникает ощущение спокойствия после быстрой охоты с другими журналистами. С утра в поле ничего нет, но мы сменили тактику и возвращаемся под покров леса. Процесс шел очень медленно. Мы слушали и высматривали следы на земле, вглядывались в тени, чтобы увидеть их раньше, чем они увидят нас. Кроме того, мы брали паузы и ждали в тишине. Мы слушаем. В этом лесу очень тихо. Надеюсь, мы услышим рев самца. Все было тихо. Мы пошли дальше и вскоре нашли лань. Но мы искали не эту молодую самку. В следующей лощине мы увидели кабана, возвращавшегося в укрытие. Это была моя первая встреча с европейским кабаном. Он великолепно выглядел. К счастью для него здесь диких кабанов охраняют. Он был в безопасности и беззаботно шел, а мы сосредоточились на самце лани. В этом лесу есть где укрыться. Мы долго и тщательно его искали, а нас маскировал ветер. Приятно наблюдать за шведской дикой природой. Ты прекрасно все подготовил, Эрик. Там мы видели нескольких ланий. Требуется большое терпение, чтобы их увидеть. За последние полчаса, 40 минут, мы увидели десяток ланий. Нам помог ветер. А еще там есть дикие свиньи, кабаны. Очень круто. Когда ветер меняется, они нас чуют и убегают. Они залегли где-то в ветках. Но нам нужен крупный самец лани. Мы выслеживали их все утро, используя любую возможность, но в редком лесу это сложно. Когда мы видели их, они видели нас. Мы нашли еще двух самцов, соперничавших друг с другом. Но самка нас обнаружила, и к полудню мы поняли, что нам пора уходить. Мы обошли край поля и увидели самца там, где искали его пару дней назад. Он возглавляет большую группу самок. Джек говорит, что это добрый знак. Он — крупный доминантный самец. У него не может быть мало самок. Проблема, что лани около 50. Мы их выследили и увидели его. Придется подождать. Когда лани стали пастись далеко от нас, мы смогли спокойно идти. Мы планируем подойти сзади из леса, где мы видели гигантского самца на краю поля. Если все пойдет правильно, мы сядем в укрытие до темноты и будем осматривать местность, где видели его в последний раз. Подойдя к опушке, мы увидели кормящихся ланий, но ни одного матерого самца. Зато самок было много, и мы знали, что он где-то здесь. Мы ждали и ждали, пока нас не прогнали сумерки, и мы вернулись через поле. Прошлой ночью было слишком темно, чтобы снимать, и мы плохо видели в бинокле, как крупный самец вышел на край поля и встал на нем. Он выглядел гордым и торжествующим. Он явно выиграл этот раунд, но мы узнали, где он. Ясно одно. Рано утром мы вернемся и снова вступим с ним в схватку. На следующий день мы вышли до зари и выдвинулись туда, где заметили движение. И Эрик сразу же остановился. На поле две лисы возвращались с ночной охоты. Здесь они враги фермерам и егерям. Приятного аппетита! Субтитры создал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок идет с неговым Затем деревом мне удалось их подстрелить. Размер их тел больше, чем у наших лис. Насыщенное утро. Мы искали ланей, но из машины я увидел двух лис. Эти хищники подлежат отстрелу. Пойдём посмотрим. Большая пушистая лиса. В поисках охотничьих трофеев. В поисках охотничьих трофеев. Прохладное утро по сравнению с двумя предыдущими. Над краем поля поднимается солнце, а мы слушаем и смотрим. Два молодых самца слегка пошумели, но мы услышали большого самца. Мы планируем пройти через лес и добыть его. Проблема в том, что ланей слишком много. Но мы слышим и большого самца. Наконец-то мы прошли через всех этих самок и нашли самца. Прекрасный образец энергичного шведского самца. Он ещё слишком молодой. Не знаю, сколько ему лет. Два, три или четыре года. Страшно подумать, каким он будет, когда заматереет. Нам нужна восьмилетняя модель. Самое подходящее место, чтобы спрятаться в тёмном лесу. Надеюсь, вы его слышите. Матёрый самец. Кряхтение самца — то, что мы надеялись услышать там, где кажется, что ла не повсюду. Они возбуждены и держатся в глубине леса. Мы мельком увидели как минимум двух огромных самцов, дерущихся за доминирование над стадом. А также самцов-спутников поменьше. И многочисленных самок. Было очень волнительно. Выход на позицию для стрельбы обернулся для нас кошмаром. Нам пришлось учитывать направление ветра. Мы начали пробираться, чтобы улучшить обзор. Время шло. Несколько раз я едва не выстрелил. Но когда у самцов гон, они не стоят на месте. Мне мешают деревья. Два доминантных самца наконец-то появились перед нами, стоя параллельно друг к другу. Это был мой шанс, но не успел я прицелиться, как они снова скрылись. Внезапно они испугались и начали ломиться через лощину. Я приготовился и в волнении умолял их остановиться. Они начали замедляться, и я наметил себе самца, бежавшего вторым. Но он остановился и оказался закрытым ветками. Они снова побежали. Досадно, что они исчезли из виду, но в то же время забавно. Мы выслеживали этих самцов почти три часа. Три часа. Да, три часа. Они начали вставать. У нас был прекрасный выбор самцов. Если бы нам повезло. Но их что-то испугало, и они побежали направо и налево. Ветер был идеальным, но какой-то грибник все испортил. Даже на частной земле все могут собирать грибы и ягоды, и никто не может их остановить. Им нельзя запретить, и они ходят по лесу. Сейчас грибной сезон, все в лесу, и нам снова не повезло. Очень не повезло, что самцы ушли. Красивые крупные самцы. Да, их здесь нет. Такую цену ты платишь за охоту, правда? Правда. Из этой части леса мы пошли в другую, прекрасно знакомую Эрику. Мы снова увидели самца, но удача была не на нашей стороне. Мы ползали и готовились стрелять, но животное нас увидело и скрылось. Мы выслеживали его до заката, но самец растворился в воздухе. Сегодня такой день, когда ты многое теряешь. Охота на животных была великолепной, но нелегкой. День пятый, пять минут восьмого утра. Следующее утро выдалось холодным и сухим, идеальным для охоты. Мы поняли, что нам лучше всего вернуться туда, где мы были вчера, и не разочаровались. Мы называем это кряхтением. Там полно крупных самцов. Самка смотрит прямо на меня. Два доминантных самца. Мы видели их вчера. Один залег в 60 метрах от нас. Его окружают самки. Мы попробуем проползти на животах примерно 20 метров, встать и выстрелить в него. Запросто. Когда мы подползали и посмотрели вниз, голос самца заставил мою кожу покрыться мурашками. Он исчезал и снова появлялся примерно через каждые 10 минут. Там было еще много самцов и самок, а ветер мог утихнуть в любой момент. Я решил пойти ва-банк. Грег будет снимать меня на камеру, а я подберусь к ним как можно ближе. Затем встану и попробую выстрелить через сосны раньше, чем самец испугается. Убит. В охоте многое зависит от удачи. Вчера ее у нас не было. Сегодня мы сами стали ее творцами. Наш план сработал. Я завалил доминантного самца, приблизился к нему и увидел, какой большой. Уважаю такого достойного противника. В лесу, наконец, стало тихо. У меня нет слов. Никогда не видел в Австралии ничего подобного. Великолепные самцы. У меня нет слов, но мы молодцы. Да, конечно. Я говорил тебе, что сюда трудно добраться. На нас смотрят много глаз. Так досадно, что здесь мы сидим, а два-три самца, которых ты хотел добыть, ушли. Ты не мог к ним приблизиться. Они в лесу, но приятно видеть такого крупного самца, ходившего здесь еще вчера. Где-то здесь бродят два других, но все они одного возраста. Но ты говорил, что только крупные самцы этого возраста и положения в иерархии имеют право кряхтеть. Да, он кряхтел мощно и звучно. Он здесь всем заправлял. Мы видели старого самца на отшибе. Да, его лучшие годы в прошлом. Да, в прошлом. Его рога короче и толще, но он бросил ему вызов. Да, у него сильное тело. Да, он в полном расцвете сил. Сколько лет ты ему дашь? Восемь, девять, где-то так. Да, видишь венчики у оснований. Приятно видеть такого матерого самца. Великолепная охота. Спасибо. Спасибо тебе. Спасибо за помощь и гостеприимство. Прицел Aimpoint Acro прекрасно себя показал. С первой добычей. Да, разумеется. Твоя первая добыча. Это честь. Спасибо, друг. Незабываемые впечатления. И я с нетерпением жду охоты на кабана. Да, завтра. Лань и утки. Весьма кстати. Продолжение следует. Субтитры создавал DimaTorzok